Выпускники детских домов пришли к зданию краевого правительства отстаивать свои права. Все они уже не попадают по возрасту в категорию дети-сироты. Однако положенную по закону жилую площадь так и не получили. Губернатор пригласил пикетчиков на переговоры. Как прошла встреча в следующем репортаже? Почему одни девушки? Почему не одного парня? Не инициативные. Никогда работаю. Все заняты, все свои силы. А вы не работаете? Работаю. Представители инициативной группы начали с наболевшего. Они вынуждены снимать квартиры, на что уходит почти вся зарплата. И таких, как они, более 4,5 тысяч. Многие стоят в очереди на жилье с 2013 года. Приглашенные специалисты отчитываются, что очередь увеличилась после того, как был принят федеральный закон, позволивший получать жилье не только выпускникам детских домов, но и всем сиротам, независимо от возраста. Если у Минстроя есть проблемы со строительством, значит, либо Минстроя не работает, либо проблемы нет. Дома возводятся, однако в ближайшем будущем квартиры в них нельзя будет выделять сиротам из-за еще одного федерального закона. С 1 июля заработает запрет на использование государственных средств для этой категории граждан при долевом строительстве. С 1 июля текущего года долевое строительство за счет бюджета средств сегодня невозможно, поскольку оно предполагает открытие счетов из крови в банках, что запрещено бюджетному учреждению стоимость заказчика. Между тем, в этом году на покупку квартир для выпускников детских домов предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Выходом из сложившейся ситуации может стать приобретение квартир на вторичном рынке. Какими способами? Через сертификаты, либо через вторичное жилье, через первичное. Но запланированные 550 квартир до 31 декабря 2019 года правительство выполнит поставленную задачу и предоставит. Все. Участникам пикета пообещали, что будут проработаны все возможные варианты. В этом году планируется заселить 550 очередников. Наталья Курченкова, Дарья Небора, Телеканал «Губерния». Проработан «Губерния»